В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 3 марта Янаульская коррекционная школа-интернат принимала высоких гостей. Встреча учащихся педагогов и представителей Министерства образования регионального и федерального уровней на базе именно этой школы состоялась не случайно. О целях и задачах форума расскажем прямо сейчас. Неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования детства равных возможностей стартовала в Башкирии 28 февраля. Наша республика стала первым регионом России, где ведущий научный центр страны в области коррекционной педагогики и специальной психологии реализует этот проект. Четвертый день форума прошел на базе Янаульской коррекционной школы-интерната. На протяжении всего дня параллельно работали два лектория. Основными темами стали помощь в адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие навыков общения со взрослыми. Мы откликнулись с удовольствием, потому что возлагаем большие надежды на сотрудничество с Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования. У нас итогом вчера выступило подписание соглашений между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования. Согласно данному соглашению будет дальше принята дорожная карта, где мы пропишем все точки нашего соприкосновения. У нас будет научно-методический, научно-практический и в том числе и сопровождение в плане консультации. Возможно, некоторые школы станут у нас пилотными площадками для апробации некоторых программ. То есть у нас надежды на дальнейшее сотрудничество очень много и в части образования детей, и в части дальнейшего образования наших студентов в магистратурах, и в части повышения квалификации, аспирантура и другое. Подробнее о том, как прошел форум в Янауле, вы увидите в нашем следующем выпуске новостей. В регионе продолжают работу пункты по сбору гуманитарной помощи. Всего в разных районах Башкирии организовано 63 таких пункта. Люди приносят одежду, продукты длительного хранения и средства гигиены. Активное участие оказывают организации и предприятия. Они подвозят во дворец молодежи продовольственные товары, предметы первой необходимости. В среду, 2 марта, первыми визитерами пункта стали представители сразу двух предприятий Янаула. В этот день они внесли свой вклад в общее дело. Это более полутора центнера провизии. В рамках помощи граждан Донецкой Народной Республики, прибывающих в Российскую Федерацию, управляющей компанией, ЖКХ, УПРАВДОМ, принято решение о поддержке данных категории граждан, продукты питания, нескоро портящиеся, которые в дальнейшем могут помочь гражданам. Что мы приобрели? Мы приобрели консервы, крупы, макаронные изделия. Эти продукты, они пойдут в помощь гражданам Донецкой Республики. На призыв о сборе откликнулись немало общественных деятелей, предпринимателей и обычных янаульцев. Напомню, что в качестве гуманитарной помощи принимаются взрослая и детская одежда по сезону, средства личной гигиены, одноразовая посуда, бутилированная вода, удлинители, электрочайники. Обращаю внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, цельные упаковки с этикетками, продукты питания с действительным сроком годности. Помочь эвакуированным жителям Донбасса может каждый желающий. Пункт приема гуманитарной помощи в Янауле работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов во Дворце молодежи по адресу улица Азина, 9А. Телефон горячей линии 501-22-8962-541-7833. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет более 16 миллионов. В Башкортостане порядка 230 тысяч человек. В России ежедневно регистрируется около 100 тысяч инфицированных за сутки. В регионе более 3 тысяч новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчич Акнурулина. По состоянию на 3 марта с начала года в Янаульском районе зарегистрированы 2894 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии переболели более 8,5 тысяч жителей Янаульского района. За 2 марта получены нами, например, 33 положительных результата ПЦР Москов от больных. Заболеваемость в районе пошла на спад. На сегодняшний день из числа заболевших госпитализированы в госпитале Нефтекамской городской больницы 13 пациентов. Из них 10 пациентов в возрасте 60+. Один пациент получает необходимую медицинскую помощь в госпитале города Уфы. На дому на амбулаторном лечении с легким течением заболеваний 166 пациентов. Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции продолжается. Привито первым компонентом 27 486 человек, вторым компонентом 25 426 человек. Поступила вакцина также для детей в количестве 50 доз и привито 50 детей. Больше пока поступлений для вакцины для детей не было, идет запись на вакцинацию желающих детей в детской поликлинике. В поликлинике, в врачебных амбулаториях и на фабах возобновлено проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. За два месяца этого года обследовано 410 жителей района. Желающим пройти углубленную диспансеризацию необходимо подойти в 124 кабинет поликлиники. Согласно рекомендациям в районе сохраняются все действующие ограничения на распространение коронавирусной инфекции. И поэтому необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим. Будьте здоровы! Круглый стол с участием одаренных детей городских школ прошел во Дворце молодежи 1 марта. Участники встречи – призеры регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Встреча прошла в рамках работы площадки «Инициативные молодежи». Ребятам рассказали о том, что представляет собой проектная деятельность. Предложили возможные варианты для создания своих проектов. Как отмечают организаторы, для молодых людей это хорошая возможность проявить себя в социальной сфере и получить новые знания. Школьники, желающие участвовать в программе, смогут проработать свою идею и оформить проект под руководством педагогов. Нам повезло, так скажем, потому что все дети, у нас их 11 человек в городе, уже достигли возраста 14 лет. То есть они попали в категорию молодежь, и сейчас они могут участвовать в таких всероссийских хороших проектах. Сегодня наша задача специалистов Дворца молодежи – это привлечь детей к написанию проекта, объяснить им, что это очень сейчас модно, нужно, потому что проектная деятельность развивается год от года, участников становятся миллионы. И, конечно, мы не хотим отставать от других регионов, от других районов, хотим, чтобы участников с нашего города было много. И дети, мы, естественно, привлекаем не только одаренных детей, у нас привлечены и другие дети, то есть любые желающие дети. Плюс рабочая молодежь, опять же, входит в эту категорию, потому что это конкурс, как я говорила, именно молодежи, это, то есть до 35 лет. И я сама в нем пробую участвовать уже не первый год. Поэтому это большой опыт для детей, одаренных детей, это большой опыт, потому что, как правило, это дети стремящиеся, и поэтому им это необходимо. Они получат в первую очередь опыт. А если они еще и выиграют грант, то, естественно, это любого ребенка окрылит на дальнейшие какие-то успешные действия. 19-е заседание Совета муниципального района 5-го созыва состоялось 2-го марта. На повестке дня стояли три вопроса, объединенные одной темой. Первым депутаты заслушали отчет председателя Совета Янаульского района Ильдара Маликова. Он рассказал о результатах своей деятельности и Совета района в 2021 году. Одной из основных форм организации деятельности Совета является работа ее постоянных комиссий. Постоянные комиссии, организационная структура Совета, где досконально рассматриваются вопросы и детали для вынесения качественного проекта решения для принятия депутатским корпусом. В 2021 году постоянному комиссию было проведено 10 заседаний и рассмотрено более 70 вопросов. Деятельность депутатов не ограничивается заседаниями Совета и работами постоянных комиссий. Большое внимание уделяется работе в избирательном округе. Каждый депутат самостоятельно планирует свою деятельность в округе. В том числе прием граждан. График приема граждан размещен на официальном сайте администрации муниципального района Яновольский район. Хочу отметить, что к нашим депутатам избиратели обращаются всегда, в любой форме и получают оперативный ответ. Обращение граждан решается совместно с администрацией района и главами поселений. В 2021 году в связи с ограничительными мерами личные приемы граждан временно приостанавливались. Нами принимались устные обращения по телефону, посредством мессенджера WhatsApp, а также через социальные сети. Все вопросы взяты на контроль, а также для оперативного действия перенаправлены в соответствующие инстанции для дальнейшего решения. 19 августа 2021 года в Яновольском районе прошел зональный форум муниципальных депутатов фракции «Единая Россия», в котором приняли участие глава Республики Башкорстан, секретарь Башкорстанского регионального отделения партии Ради Хабиров, руководитель партийного проекта «Крепкая семья», депутат Госсобрания Курлута Республики Башкорстан Милана Скоробогатова, депутаты советов Яновольского, Дертиленского, Ильишевского, Калтасинского, Краснокамского районов, городов Агидель, Нефтекамск, Яновол, Дертилей и сельских поселений Яновольского района. На форуме были затронуты вопросы главного вызова в последнее время – пандемии коронавируса и ее последствия. Также в рамках работы форума муниципальные депутаты и активисты местных отделений партии «Единая Россия» представили лучшие муниципальные практики. Подводя итоги 2021 года, необходимо отметить, что совет работал эффективно, решая насущные проблемы населения, создавая нормативно-правовую базу, по которой живет наш район. 2022 год обещает быть еще более напряженным, наполненным новыми вызовами и событиями, требующими от нас, депутатов, еще более ответственного и инициативного подхода к своей деятельности. Глава администрации муниципального района Ильшат Вазегатов доложил о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2021 году. Уже второй год мы живем в условиях пандемии, бросившей вызов всем сферам нашей жизнедеятельности. Деятельность администрации района в отчетном году была нацелена на реализацию мер по обеспечению стабильной ситуации в социальной сфере, укреплению экономики, рациональному использованию бюджетных средств всех уровней. В 2021 году для реализации текущих потребностей и обеспечения достижения целей стратегического развития в консолидированный бюджет района поступило более 2 миллиардов рублей, или это 118,8% к исполнению 2020 года. При этом доходная часть районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в отчетном году исполнена в сумме 459,8 миллиона рублей. На 1 января 2022 года в районе зарегистрировано 867 субъектов малого и среднего предпринимательства. Рост числа субъектов бизнеса на 6,8% по итогам 2021 года произошел в основном за счет увеличения субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере розничной торговли. Финансовая поддержка, в отличие от предыдущих лет, была направлена на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, фактически понесенных в текущем финансовом году. По итогам 9 месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по муниципальному району составил 211,796,000 рублей. Снижение до 58% к аналогичному периоду 2020 года. Наша позиция 38 в республике. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя за исключением бюджетных средств составил 4915 рублей. Это 51 место по республике. В последние годы у нас не только растут новые микрорайоны, преображаются и исторические кварталы. Мы работали над воплощением в реальность стратегии развития общественных пространств города. Завершен большой проект благоустройства «Северная ворота Башвардстана». Территории елочной и привокзальной площади и торговой улицы стали сегодня настоящей визитной карточкой города. Синхронизируя проекты на станции Янаул, развернуты работы по строительству 100-метрового пешеходного ЖД моста стоимостью более 150 миллионов рублей. В 2022 году работы по благоустройству общественных территорий продолжатся. Затем Ильшат Возегатов рассказал об итогах социально-экономического развития Янаульского района за 2021 год и задачах на 2022. В 2022 году району удалось попасть в республиканскую программу по капитальному ремонту подъездов многоквартирных домов. В рамках программы планируется выполнить капитальный ремонт в 19 подъездах в 6 многоквартирных домах. Показатель собираемости жилищно-коммунальных платежей с населения по итогам 2021 года составила 102,4%. По этому показателю район занимает третье место в республике. В отчетном году мы продолжили модернизацию коммунальной сферы в городе. С началом отопительного сезона в Янауле запущена новая котельная. На смену старым паровым котлам пришли современные водогрейные. И выполнен большой объем работ также и в сельских поселениях. Техническое перевооружение котельной в селе Ямады. Строительство водопровода протяженностью 3 км в селах Сандувач и Гудбурово. За счет субсидий, полученных из бюджета республики в рамках софинансирования в селах Кисакаин сделан капитальный ремонт водонапорных сетей, водонапорной башни и зоны санитарной охраны на сумму почти 3 млн. рублей. В текущем году продолжатся работы по подключению жителей сел Карманово, Сандувач, Кисакаин, Айбуляк к центральной системе водоснабжения после проведенного капитального ремонта. Планируется произвести замену теплотрасс в селах Старый Варяж, Орловка и Максимово. Это будут делать уже тепловодоснабжение в рамках своих денежных средств, которые они заработали и могут позволить пустить на ремонт. Добавлю про цифровые возможности для сельчан. В последние годы в республике активно ведется работа по подключению к высокоскоростным линиям связи социально значимых объектов. В 2021 году по программе «Доступный интернет» стал доступен жителям 8 населенных пунктов района. 2021 год – сложный год для здравоохранения. Это прежде всего объясняется загруженностью учреждений из-за продолжительной пандемии COVID-19. Несмотря на все трудности и сложности, медицинские работники, врачи всегда были на страже здоровья, не считаясь со временем, порой не имея выходных дней. Они оказывали своевременную качественную помощь. В 2021 году в рамках программы модернизации первичной медико-санитарной помощи построены 6 модульных ФАПов в селах Айбуляк, Андреевка, в деревнях Ахтиал, в селах Каймашабаш и Ткенеево, в деревне Татарская Урода. Напомню, что в 2020 году мы ввели в строй 7 модульных ФАПов. Продолжилась работа и по привлечению врачей-специалистов. В 2021 году принято на работу 9 врачей. Для подрастающего поколения созданы максимально современные условия для образования, творчества, спорта. Реализация мероприятий национального проекта образования – приоритетное направление образовательной политики района. Все дети в возрасте от 1 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Горячее питание учащихся организовано во всех школах районов. Бесплатное горячее питание организовано для 2345 обучающихся начальных классов. Подвоз – это составляет 100%. Подвоз детей в общеобразовательные учреждения осуществляется 19 школьными автобусами из 63 населенных пунктов с охватом 655 детей. В текущем учебном году в Кармановской школе, в городских школах номер 1, номер 4 в рамках федерального проекта «Современная школа. Созданные центры точки роста». В 2021 году федеральный проект «Цифровая образовательная среда» реализован в городских школах номер 1, номер 4 в лицее. В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта образования в 2021 году в филиале основного общего образования лицей города Янаула в селе Яткенеево выполнен капитальный ремонт спортивного зала. Для сферы молодежной политики прошедший 2021 год тоже был плодотворным. Несмотря на сложности в плане ковидных ограничений, в течение 2021 года прошло более 300 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 5000 человек. По сельским спортивным играм Республики Башкорстан сборные команды района приняли участие и заняли достойные места по таким видам спорта, как палеотлон 4 место, волейбол девушки 1 место, футбол 4 место, плавание 3 место, шашки 3 место. Есть отличные достижения по баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, футболу, чир-спорту, тяжелой атлетике. Для мониторинга и работы с вопросами и обращениями людей используется федеральная система инцидент-менеджмент и платформа обратной связи госуслуги «Решаем вместе». Ключевые инструменты являются ключевыми инструментами прозрачности. Обращения жителей поступают через портал госуслуг, мобильные приложения и виджеты обратной связи на сайтах органов власти. За 2021 год через систему инцидент-менеджмент поступило 313 инцидентов против 276 в 2020 году, из них 297 жалоб, 16 вопросов. Все инциденты обработаны в срок посредством ПОСА, а в 2021 году в администрацию поступило 61 обращение. Важнейшей задачей на 2022 год остается привлечение инвестиций, несмотря ни на что, во все сферы экономики. Предстоит многое сделать по содействию развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Продолжим работу по ремонту уличной дорожной сети, благоустройству, по созданию условий для безопасного проживания граждан. К сведению говоря, все планы по финансированию ППМИ, реальные дела, то, что я озвучивал в понедельник, возможные президентские деньги, все эти направления финансирования будут сохранены, несмотря ни на что. И все национальные проекты будут финансироваться. На это резерв денег есть. Вчера это было озвучено. Для того, чтобы уровень жизни был достойным, всем нам необходимо упорно и целенаправленно работать единой командой, открыто и ответственно. Только так мы добьемся результата, и наш район станет местом привлекательным для жизни, для отдыха. Общая задача администрации района, органов местного самоуправления и всех предприятий, учреждений, организаций будет нацелена на решение главной задачи – сделать район лучшим. В заседании принял участие главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Ирик Саидгареев. Вел заседание и подвел его итоги председатель Совета Янаульского района Ильдар Маликов. Зональный этап соревнований по лыжным гонкам 24-й спартакиады школьников Республики Башкортостан прошел в среду 2 марта. На лыжной трассе в районе детского оздоровительного лагеря «Орленок» собрались 4 команды северо-западной зоны региона. За победу боролись и на улице, нефтекамцы, дюртюлинцы и беряне. А вот кто одержал победу, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Лыжная трасса имени Рафика Незамуддинова стала местом проведения соревнований зонального уровня. В этот раз она приняла на своей лыжне спортсменов из школ Бирского, Краснокамского, Дюртюлинского и родного Янаульского районов. Наш город представляла команда лицея, победившая в муниципальном этапе спартакиады 28 февраля. Один из участников нашей команды – ученик 10-го класса Дмитрий Гофиуллин из села Андреевка. Он занимается лыжным спортом 9 лет. Участие в соревнованиях для него давно стало привычным делом. Свою первую награду завоевал еще в начальных классах. Были в четвертом классе, повезли в новом соревновании. Там занял третье место, обрадовался, продолжил заниматься. Вот сейчас так же езжу по соревнованиям, получаю удовольствие от этого. Представитель дюртюлинской команды, ученик 9-го класса Ментимир Давлетшин, занимается спортом всего 4 года, но уже добился хороших результатов. А все благодаря тому, что тренируется регулярно. На этих соревнованиях он стал призером личного первенства. И бронзовая медаль стала для него отличным подарком ко дню рождения, который он отметит на днях. Но расслабляться рано. Во время перерыва очередная разминка. Спортсмены готовятся к командным испытаниям. Впереди эсофета. Я занимаюсь около 3-4 лет. Мы занимаемся летом велоспортом, а зимой занимаемся лыжами. Три километра классическим стилем бежали в этот день юноши и два километра девушки. В составе каждой команды 7 лыжников 2005 года рождения и младше. Трасса была не из легких. Из-за переменчивой погоды на лыжне было скользко. Но все участники соревнования были настроены решительно. Один за другим с интервалом в 30 секунд уверенно стартовали школьники. К финишу каждый приходил практически без сил. Во время командных испытаний соревновались по 4 лыжника из каждой команды. Участники должны были пробежать километр и передать эстафету другому. Все спортсмены выкладывались по полной, достойно преодолевая дистанцию. И мы по итогам сегодня уже прошла эстафета. Я думаю, мы заняли первое место. У нас более-менее команда так по сравнению с другими. Я уже не буду даже хвалиться посильнее. Мы каждый год выезжаем в Кумертау. Понравился сегодня все равно гонка, потому что погода хорошая. И настрой был хороший. Завершить этот сезон. Таким днем в марте нравится заниматься в марте. Завершать сезон именно на такой трассе, чтобы прокатиться от души. И с хорошим настроением уехать домой. И с воспоминаниями все равно из Бирска приехали. Дорога хорошая была, все равно доехали, чтобы там рассказать всем, что участвовали, похвастаться, похвалиться. Наш город молодец. Среди девушек все медали достались нефтекамцам. На третьем месте Алина Ипаева. Второе место у Азалии Хозяхметовой. Лучшее время показала Дарья Прокопенко. Два километра она преодолела за 6 минут 51 секунду. Среди юношей бронзо-удертюлинца Ментимира Давлетшина. Серебро завоевал участник нашей команды Максим Исламов. Золото досталось Амиру Музафарову, город Нефтекамск. Звание чемпиона зонального этапа 24-й спартакиады школьников Республики Башкортостан у Краснокамского района. Команда дюртюлинского района немного уступила им и стала второй. А почетное третье место завоевали наши лыжники. Команды, занявшие первое и второе место, поедут на финальный этап соревнований в город Кумертау. Он состоится через неделю. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пропустите! 3 марта в 9 часов утра в Янауле. Открытие нового магазина «Азия». Богатый ассортимент, большое разнообразие товаров. Все для уюта и красоты вашего дома. Одежда, обувь, постельное белье, аксессуары. Мужчинам, женщинам, детям. Янаул, улица Советская, дом 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Желанные подарки на 8 марта в Ювелир-центр. Скидка до 50%. На цепи браслеты или второе украшение в подарок. Ювелир-центр. Будь в центре внимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5 марта в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоится праздничный концерт «Музыка весны», посвященный Международному женскому дню 8 марта. Начало в 14.00. Вход в маски и по QR-кодам. Открывайте ворота! Масленица пришла! Внимание, внимание, внимание! Открывается веселое гуляние. Торопись, честной народ, весенний праздник тебя ждет! 6 марта на центральной площади города состоится широкая масленица. Программа обширная, весельем обильная. Гостей не счесть, участников не перечесть. В программе театрализованное представление, награждение победителей конкурса на лучшее изготовление чучела, спортивные состязания, массовое гуляние. Начало в 12.00. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Других постельных принадлежностей в населенных пунктах Янаульского района. При появлении подозрительных лиц просьба сообщить в органы внутренних дел по телефону 8-937-788-65-90 8-987-618-04-74 Вакцина помогает. Даже тем, кто сомневается. Субтитры создавал DimaTorzok